...даже не только своей командой, и это мне помогло стать противник узнаваемым лидерам. Это, во-первых, уникальность и креативность. Уникальный человек имеет свои какие-то монетальные джетты, которые он может превратить в свои фишки и не умирить это в свой вопрос. И тогда он будет противник узнаваемым, предыдущимся лидерам для своей команды и не только. Благодарю. Он уже вот сейчас с тобой происходит, и понять, что вот он, тот момент, чего надо бояться. И вы не смогли спасти своего близкого человека, а знаете почему? Потому что сейчас или когда-то там, несколько лет назад, вы боялись, что о вас, ваша соседка по площадке, будет думать плохо. И вы должны сделать свой выбор. Или сделать следующее. Представить свой самый счастливый день. Возможно, это будет дом вашей мечты, или можно какой-то порт Пономера. И представить, что именно благодаря им Крузусу вы можете достичь этой своей мечты. И прожить этот момент так, как будто он уже у вас сейчас с вами случился и сейчас происходит. И знаете, почему он с вами произойдет? Потому что вы именно сейчас перестали бояться чужого мнения. И вы сделали выбор в свою поиску, чтобы добиться успеха вместе с нами. Счастливого пути. Спасибо огромное. Вдохновляющий ответ, что мне нравится иметь Пошку Монера. Кто хочет также иметь Пошку Монера, дайте аплодисментов. Алтамес Шарипов. Алтамес Шарипов отвечает на следующий вопрос. Прошу внимания, очень важный вопрос хочу заметить. Как можно определить свой лидерский потенциал? Алтамес Шарипов, Аслан, Лидира, это вопрос, конечно, как можно определить? Каждый человек это лидер уже, когда вы рождаетесь уже лидерой, да? И идет года, у вас уже возраст появляется. И каждый человек как раз в возрастах начинает пугать. Потому что с ним в жизни случаются какие-то разные вещи. Но когда вы рождались, когда вы дети были, вы все старые, вы как лидеры были. И вот каждый человек, потенциал, они должны найти свое качество, самое сильное. И надо идти к этому. Лидерство это не шустрость, да? У меня есть спонсор, да, который, Назбульман Киева, она дома, она не такая шустрая, да? Но она мощный лидер. У нее есть энергия, да? Она сидя дома, делает этот кизис, и она является для нас лидером. И лидер это тот человек, который есть энергия. Лидер это тот человек, который могут себя как отдельная личность себя проявлять для людей. И, пожалуйста, давайте сделаем эксперимент. Кто себя считает лидером? Станьте, пожалуйста, сейчас. Кто себя считает лидером? Станьте, пожалуйста. И вот те люди, кто до сих пор сидит, вот думайте, если вы хотя бы не встали, да, и хотите работать в таких бизнесах, как и Крузос, да, у вас пока ничего не получится. Хотя бы признайте для себя, что вы лидеры, есть тот потенциал, и ищите в себе. Даже у нас Жан-Алапай стал со своим костылем, да? А вы что сидите, ребята? Станьте, делайте, вы все лидеры. Кажись на Сибирь! Албамес Кариван. Как всегда, в своем репертуаре зажжет. Спасибо, Албамес. Итак, следующий вопрос. Для где Сманулова? Пожалуйста, расскажите, как понять, в чем заключается мое лидерское призвание? Всем добрый день. Спасибо, Албамес. Спасибо за вопрос. На самом деле, лидерское призвание не приходит просто так. Она идет от ваших сердец. И, конечно, нужно задавать сегодня себе вопрос. Где я нахожусь сейчас? Мне это дает энергию. Зажигает ли эта аудитория и эта сфера меня до каждой клеточки? Насколько вдохновляет то, чем вы сегодня занимаетесь? И что вообще вас на самом деле до каждой клеточки может возбуждать каждый день? И если вы понимаете сегодня, что вы еще не удовлетворены тем, чем вы занимаетесь, и там, где вы находитесь, вам нужно сегодня принять решение. Идти туда, где есть энергия, идти туда, что вас будет доставлять до каждой клеточки. И будет вам признание, и будет вам призвание. А самое главное, вы поможете огромному количеству людей. Какие советы вы можете дать начинающему лидеру на его первых шагах лидерства? Слышно, да? Слышно ли? Это самое главное. Ну, нам кажется, жизнь легче и сегодня, потому что наш амбассадор пошагово показал, что нужно делать, быть лидером, как быть лидером. Но я хочу сказать нашим молодым, нашим вновь пришедшим, кто мечтает быть лидером, не смотрите ни на возраст, не смотрите ни на состояние, не смотрите ни на то, каким он сюда пришел. Команду ко мне в команду приходит 65+. Они все вы состоялись в своей жизни, но они все приходят и в бизнес, и приходится их учить новому, и они здесь становятся лидерами. И я им всем говорю, оставьте свои большие чеки, оставьте свои большие амбиции, оставьте свои какие-то наработанные вещи. Начинаем все вместе здесь и строим лидерство в компании, потому что наша компания – это компания, которая готовит лидеров. Да, я хочу всем пожелать нашим молодым, вновь пришедшим, никогда не смотрите по сторонам, сами идите вперед, стройте свою команду, смотрите наверх, смотрите, как мы это делаем, смотрите, какое поколение людей сидит в этом ряду. Да, здесь сидят мои почти ровесники, здесь сидят ровесники моей внучки, и мы все одновременно делаем этот бизнес. Это для вас наглядный пример лидерства. Да, спасибо. Бабушка, благодарю вам. Следующий вопрос. Для того, как вы выбираете людей для своего ближайшего окружения? Всех приветствую, слава молитву, Казахстан. Привет из Германии. Спасибо большое за вопрос. Я выбираю людей душой и сердцем. Как всем известно, окружение очень влияет на многие сферы жизни. Это семья, когда вы выбираете, например, своего спутника жизни, друзей, которые у вас окружают и верят, и поддерживают вас. И, конечно же, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить свою команду. Дай мостиль. Большой Миша Рахмет. И всех просим, что вы сделали выбор, потому что, выбирая себя, вы создаете свою историю успеха. За вами придут люди. Тут не зря говорят, подобное тянется к подобному. Поэтому люди идут на людей. И хорошо, что у нас есть выбор. Выберите себя, создавайте себя, развивайтесь. И в ваше близкое окружение придут такие же люди, которые верят в свои мечты и не будут откладывать жизнь на потом. Спасибо. Гульриан Молкет нас отвечает на следующий вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет актуален, но каждому здесь, в этом зале. Вот как мне, начинающему лидеру, обрести уверенность в себе, не имея поддержки? Я думаю, что это все. Я думаю, что это все. Я думаю, что это все. на тот момент, когда не имела возможности, в моей жизни появился и Крузус, чему я очень рада. И знаете, в первое время у всех бывают свои сложности, разные ситуации. Вот нам всегда поначалу все отказывали, но мы не предавали своей мечты. Мы хотели, планировали ехать в круиз, увидеть этот вид отдыха. И я в 2017 году впервые с Казахстана смогла выехать. И вы знаете, ни одного нашего казахстанца я не увидела на лайнере. И тогда я сама себе сказала, как хорошо, что я себе ответила «да». Как хорошо, что я приняла это решение. Поэтому не отчаивайтесь, чтобы быть лидером, вам нужно брать много знаний. И на сегодняшний день у нас очень много топ-лидеров, лидеров, которые вам с удовольствием, бесплатно будут давать свои обучения. Вы многому здесь научитесь. Поэтому ставьте цели вперед. Обязательно, с моей стороны, совет такой, постарайтесь выехать в круиз, чтобы увидеть, какой это шикарный вид отдыха. И вы для себя поймете, что вы дающая сторона, что вы даете шанс людям вот так вот красиво путешествовать. Будьте лидерами вместе с нами, вместе на этой сцене. Я желаю, чтобы вы тоже были здесь зажгли. Спасибо. Благодарим. Только один мужчина. Есть тут кое-что добавить. Так завелось, что в Казахстане сильные женщины строят свой бизнес, а мужчин у нас совсем мало. Не извиняюсь. Окей. Он себе зал поднял. Итак, следующий вопрос. Наши, Харико, расскажите, пожалуйста, как вы планируете свой дальнейший рост? Здравствуйте. Всем привет. Горячий привет из Узбекистана. Мы когда-нибудь на вопрос, как я планирую свой дальнейший рост? Очень хороший вопрос. Во-первых, чтобы был рост, должны быть лидеры. То есть надо воспитывать и поддерживать своих лидеров, чтобы лидеры становились самостоятельными. То есть они, во-первых, сам лидер должен быть компетентным. И он должен научить своих лидеров, чтобы они тоже были компетентными. То есть должна быть дубликация. Надо научить лидеров, чтобы они могли учить своих членов и партнеров. И все надо делать качественно. То есть с самого начала презентацию надо качественно давать, чтобы лидер-ляп, а полностью информация, вся информация о компании должна быть правильной. И чтобы люди осознанно именали. Не так, чтобы просто так делать переключенную население и подписывать все, что шевелится. А именно правильно преподносить, чтобы именно осознанные люди становились членами. То есть надо обращать внимание на качество, а не количество. Как совмещать руководство командой с ведением бизнеса? С личным бизнесом, давайте, по правилам. Как эффективно руководить командной лидерой, я хочу ответить. Просто надо доверять своим лидерам. Распределять по-новому делегенту, распределять ответственности и полномочия. Я очень благодарна своей команде. Они очень самостоятельные, умные. И благодаря ним я нахожусь сегодня здесь. Пять лет назад я сидела безоплатным членом. Была мечта, была цель, чтобы дойти до первых рядах. Я сегодня благодаря моей успешной команде здесь. Рахмир, а как успевать, если я использую тайм-менеджмент. Это целая наука, которая дает методики и техники управления своим временем. Янтай, тайны, янтай, 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 команда ЖАКС-8 лучших. Горбас ЖАКС, одна голова хорошо, две лучше, а много отлично. Спасибо. Арина Александра, янтай, 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 янтай. Асиль, если я интовер, мне нужно стать более коммуникабельной, чтобы быть сильным лидером? Дорогие, дорогие партнеры, для этого меняться не надо, когда все с желанием еще понятно, цель есть, любовь есть, есть желание, которое будет находить возможности. Для этого вы можете пойти в онлайн, допустим, найти, смотрите, на первых двух рядах есть лидеры и каждый раз, найдите себе из них, подпишитесь на инстаграм, подождайте за ними, сейчас на этом замике подойдите, спросите, как он пришел к этому, это же результат, с результатом соглашаются, его повторяют, из них смотрите сколько примеров. Сегодня вы уже можете, если вы их провер, вы уже можете себе найти такого же лидера, как вы, и просто повторите его путь. Спасибо, спасибо. Асия Адамьян, у нас отвечает на следующий вопрос, вопрос очень емкий. Что вам нужно сделать в первую очередь, чтобы укрепить отношения и заработать доверие молодой команды для дальнейшего роста? Добрый день, дорогие партнеры! Как ваши дела? Как настроение? Рада вас всех приветствовать. На самом деле, сегодня для нас значный день. Благодарю за вопрос. В первую очередь, для того, чтобы создать доверительные отношения, укрепить отношения в партнерах, в команде, в первую очередь, важно верить в каждого партнера и видеть в них больших лидеров. Когда я начинала бизнес, знаете, я не была никогда ни в сетевом бизнесе, ни в продажах, не вела, как бы, у меня не было опыта ведения бизнеса. И вы знаете, когда я пришла, мне огромную силу, которая именно в том, что в меня очень сильно верили мои спонсоры, мои наставники. И важно, очень важно верить в каждого вашего партнера. И если вы будете в них видеть лидеров, будете их поддерживать, будете вести, показывать им правильный путь, не обижаться на них, если у них не получается что-то делать, а наоборот поддержать, вы увидите огромные результаты. Вы знаете, хочу вам рассказать один пример, который тоже мне показал когда-то. Я приняла решение тогда делать бизнес, и пять лет назад, когда Майкл Хачтин впервые прилетел в Астану, мне посчастливилось его встречать, лично общаться, и тогда он мне наглядным образом показал один классный пример, Задал мне несколько вопросов. Он спросил у меня, Асия, я тогда работала в пресс-службе с журналистами, у меня была зарплата всего лишь 275 месяцев, представляете? И у меня задал вопрос, Асия, сколько ты работаешь на своей работе? Сколько ты там зарабатываешь? И сколько времени ты проводишь на своей работе? И я ответила на все эти вопросы, и следующий вопрос он мне задал, а сколько месяцев, сколько лет ты работаешь в Инкрузос? Тогда я была маркетинг-директором, и всего лишь была три месяца в компании Инкрузос, и на тот момент мой доход был соответственно тому доходу, сколько я зарабатывала в пресс-службе, представляете, да? И он мне задал вопрос, а сколько времени ты проводишь в Инкрузос, сколько времени ты уделяешь этому бизнесу? Сказал ей, посмотри, если ты будешь уделять больше времени Инкрузос, ты будешь больше зарабатывать, больше путешествовать, и твоя жизнь, о которой ты мечтаешь, она будет у тебя. И я хочу поблагодарить его за тот пример, который тогда мне показал путь, вселил у меня огромную веру, и я хочу вам сказать, чтобы укрепить отношения доверительные в команде, да? Не важно, это молодая команда, не важно, взрослые люди, да, важно верить в своих партнеров, любить их, поддерживать, доверять им, быть открытыми с ними, честными, и это на самом деле чувствуется, мы же говорим, да, что наш бизнес – это энергия, и на энергии все строится, вот, и я хочу вам сказать, что вы для молодых партнеров, допустим, для молодой команды, у меня очень большая, огромная, молодая именно команда, И вы знаете, они же открытые такие, да, легко принимают информацию, да, быстро идут к каким-то целям, и просто им нужно показать путь, показать, как нужно делать, поддерживать, и огромные возможности нашей компании показать, я бы им получиться, вот, благодарю. Как преодолеть разочарования, возникающие, когда лидеры, в которых вы вложили много времени и сил, уходят из бизнеса? Привет! Я хочу сказать, что все мы здесь, вот этот огромный зал, посмотрите, сколько нас, мы все счастливчики, что мы в этой команде, что мы в инкрузе, в большом международном бизнесе. Это так? И вот это первый и важный момент, да, отвечая на этот вопрос. Мы счастливчики. Если ты чувствуешь себя счастливчиком, и если кто-то уходит из этого пространства, ну, не тебе судить, да, каждый человек может выбрать страдать по-своему, да, но это не значит, что ты должен идти и страдать за ним. Так ведь? Второе, из первого, выходят второй момент. Если человек ушел, надо задать себе вопрос. Каким образом в какой-то другой компании его привлекли, его вовлекли, да? Значит, там люди были более привержены, значит, там у людей были большие цели, значит, там была больше энергии. И задай себе вопрос. Какова твоя энергия любви в компании? Какова твоя энергия в том, какие цели ты перед собой видишь? Какова твоя энергия любви в своей команде? И отсюда вытекает еще третий момент. Если у тебя будет высокая энергия, если у тебя будут четкие цели, и ты и окружающие будут видеть, что ты идешь, несмотря ни на что. Твои цели для тебя важны, и твоя любовь к команде, она не уменьшается от того, что кто-то выбрал что-то другое. И знаете, жизнь, она же завтра не кончается. Ну, пошел и погулял. И если у тебя будет высокая энергия, высокие цели, высокая любовь к команде, этот человек вернется. Так ведь? Ну, для этого надо просыпаться с ощущением, кто здесь счастливче? Я! Супер! Люблю вас! Это все нам, благодарим! Поговорим, что я буду счастливать. Супер!